Десятки ролей в театре и кино, множество характеров и типажей, творческая жизнь народной артистки Беларуси, лауреата Государственной премии БССР, обладательницы «Хрустальной павлинки» Ольги Михайловны Клебанович поражает. В раннем детстве она ужасно хотела стать врачом, но кардинально в один момент, поменяв решение, уже почти 50 лет выходит на сцену. И с тех пор уже в роли артистки врачуют человеческие души. Душа пела и просилась на сцену, поэтому и выбрала. Сначала я пошла в консерваторию, но потом почему-то в последнюю минуту уже даже прошла, как бы меня и рекомендовали, и все, потому что я поющий человек. А потом почему-то вдруг решила, что я хочу быть лучше драматической актрисой. Тогда наш институт назывался Белорусский театрально-художественный институт, это сейчас Академия. А тогда институт, я поступила на курс к Владимиру Андреевичу Маланкину, выдающемуся педагогу, который целая плеяда актеров, его работает на театре и очень успешно. А уже в 1967 году Ольгу Михайловну пригласили в Национальный академический драматический театр имени Максима Горького. Сама актриса то время в жизни любимого театра называет эпохой Возрождения. Ведь уже тогда здесь служили аксакалы театральной сцены Александра Климова, Ростислав Янковский, Дмитрий Орлов. Самая такая первая значимая роль, которой я прикоснулась, так сказать, соприкоснулась с великой актрисой Климовой, это она играла Нилу Снежков в спектакле «Барабанщица». И она мне предложила эту роль за ней потом уже подхватить, так сказать, эту роль. Ольга Михайловна всегда блистательно справлялась со всеми постановками и ролями. Ее талантом восхищались многие режиссеры. И все предложения ставить в любимый театр актриса однозначно отвергала. Ведь здесь, в русском, есть самое любимое – роли, партнеры и зрители. Мне можно позавидовать. Репертуар, который мною сыгран в этом театре, классика Чехов, Достоевский, Островский, Горький. И масса-масса других ролей. Я как Маргарита. Все подавалось на тарелочке с голубой каемочкой. Все было хорошо. Сами приходили, предлагали роли. Мне не пришлось на эту тему суетиться. И так, если говорить, что так, сейчас уже 50 лет я на театре, судьба сложилась. И да, боженька, дальше все тоже будет замечательно. Еще одна народная артистка Беларуси, которая вот уже 55 лет служит в Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького – Белла Амовна Масумян. Как признается актриса, профессия сама выбрала ее. Ведь тогда, в 17 лет, она даже не представляла, как сложится ее жизнь. Мне казалось, что профессия меня выбрала, потому что у меня не было данных для актрисы. Мне родители говорили, чтобы я этого не делала. Потому что в нашем представлении, в родительских представлениях, это должна быть безумная красавица с красивым голосом, с длинными ногами. Но вопреки всему этому я пошла в актеры. Мэтр сцены Дмитрий Орлов заметил студентку театрального Беллу Масумян сразу. Он первым увидел ее талант, усердие и огромное желание много работать. Минимальные знаки внимания, которые тебе оказывали, как актрисе будущей, дело окрыляло буквально. И то, что он мне позволял на курсе делать. Я играла Гамлета. Да, я играла Овода. Я играла мужские роли. Когда ты получаешь хороший материал или одобрение от человека, с которым ты считаешься, это дает какую-то основательность, веру в себя. А без веры в театре нельзя жить. И Вера помогла ей оказаться на сцене русского театра, где она блистает до сих пор. Все сыгранные роли – заслуга невероятного трудолюбия. Я не могу пожаловаться, потому что у меня в месяц получается 8-9 разных спектаклей, разных ролей. Это, конечно, огромнейшее счастье. Это дает возможность жить. Богатым творческим наследием может похвастаться и народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии Беларуси Геннадий Михайлович Гарбук. Сыгранные им персонажи дороги нескольким поколениям театралов и кинозрителей. Какая самая любимая? Любимая та, которая самому нравится роль и спектакль. Спектакль получился, спектакль получился. И зрителям нравится. Вот это и есть любимая. А которая, так сказать, бывала, через мозоли кровавые выходила на сцену. Бывало и такое, что самому себе противен был. Но, несмотря на все трудности, для Геннадия Михайловича всегда самым важным в жизни было постижение тайны актерского мастерства. Потому что сразу после окончания института его приняли в труппу Витебского театра имени Якуба Колоса. А после талантливого актера заметили и пригласили в Национальный академический театр имени Янки Купалы. Я даже посоветовал сейчас Ильинским, Александр Константинович, такой был Витебский, гениальнейший артист, гениальнейший. Я подошел к ему, Александр Константинович, вот меня приглашают в Купаловский театр. Понимаешь, в чем дело? У тебя тут уже рельсы проложены. Работ было очень много. У тебя рельсы проложены. Все будет прекрасно. А там, смотри, там будет конкуренция. Это тебе не Витебский театр. Там конкуренция будет жестокая. Так оно и было. И он не просто выдержал огромную конкуренцию, но и своим талантом и трудом вышел в ряд ведущих актеров труппы. Уже сегодня за плечами Геннадия Гарбука множество ролей, десятки наград и званий. К сожалению, сейчас проблемы со здоровьем отвлекли мастера от работы. Но все же сдаваться он не собирается и уже в скором времени планирует вновь выйти на любимую сцену. Есть такая привычка к сцене. Вот я уже настолько соскучился, что сны уже вижу. Один сон жуткий, что мы играем в спектакль, а начинают зрители уходить. Топ-топ-топ, стучат каблуками и уходят из зала. Уходят уже ползала, гляжу, какая осталась. А мы играем на разрыв души. Потом еще выходит и выходит. Один ряд остался со зрителями. Господи, тут уже совсем... Потом один зритель. Мы для него играем. Все равно на разрыв души. Все. Потом он поднимается и выходит, и хлопает в беде. И вот тут я всегда просыпаюсь весь в сердцебиении жуткое, весь в поту. Каждый из наших героев посвятил практически всю свою жизнь театральной сцене. Они срывали аплодисменты и радовали зрителей своей игрой и невероятным талантом. Так пусть же этот замечательный успех продлится у них как можно дольше. Яна Леонович, Роман Пастернак. Утро. Студия. Хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok